В наших силах мы поднимали еще в том году этот вопрос работникам областного совета, сотрудников именно нашего, которые, будем так говорить, обеспечивают нашу депутатскую деятельность, нормальную и квалифицированную. У меня есть вот справочку, мне подготовили, в отношении того, что при количестве людей все областные советы, которые здесь есть, получают меньшим количеством штатов, больше зарплат, чем у нас. Вот я бы хотел, чтобы мы этим вопросом прониклись и сделали какое-то предложение. Вот, к примеру, Черновецкая обла-раза 38 человек, у нас 41, там 7 миллионов 350 тысяч, у нас 6 миллионов 780. Вы подняли важный вопрос, я вас поддерживаю. Я хотел бы, Вадим Павлович, спросить, как вы, с какого расчета, вы это все делали, как вам подавала областная рада и с какого расчета вообще вышел объем заработной платы в том виде, в каком бы вы задавали областную раду вас? Значит, объем заработной платы аппарату областной рады на 200 или на 300 гриллин, заложенный больше, чем по аппарату областной администрации. Заработную плату, то, что подняли им с маями, если мы деньги добавляли, по сравнению с теми расходами, которые были забиты на 2017-й рік, она возросла на сколько? На 103,3 раза. Два раза. То есть средняя заработная плата там выходит 13,8 миллионов. 13,7 миллионов. 13,7 миллионов. Смотрите, а вы в прошлом году так само делали, мы увеличивали, так сказать, заработную плату. Нет, ну тут написано. Весь вопрос в другом. Вопрос в том, что сейчас, со следующего года, согласно постановлению, по-моему, или технина, или кого, значит, ну это деньги идут с Киева сюда, на облдержадминистрацию, повысят заработную плату, здесь останется так. Такая просьба есть, я ее озвучу. Я, Борисович, мы поставили, я же еще раз говорю, проект державного бюджета на 200 или 300 рублей в месяц больше, чем облдержадминистрации. А, это средняя общего. Эля Борисович, смотрите, когда вопрос станет о том, что надо повышать заработную плату, не хватает финансовых ресурсов, мы оперативно с вами соберемся, внесем сбиты. И повысим. Ну, действительно, конечно, это немножко то, что сегодня заложили без запаса. С одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо. Потому что, ну, про запас заложить сколько про запас? 2 миллиона, 3 про запас, понимаешь? Какой запас? Ведь заработок фонд заработанной считается, есть формула, есть расчеты. То есть, я не знаю, что они знают. Ну, хорошо, мы сможем пересматривать эти проблемы. Я вам хочу сказать, вот я еще раз успокою себя, я занимаюсь такую посаду, так я буду смотреть заработку. Мы к этому привыкли. Да, нет, но я поэтому отказался с заработной платы, работаю без зарплаты здесь, на посаде ГУБКОМСИИ. И это не день, распределяется пропорционально на всех тех, кто здесь работает. ГУОДА. Пожалуйста. Да, коллега, что на пропозиции? Я ставлю на с вами проект ГУБКОМСИИ 2018 года. Подожди, после предложения, сначала человек, у нас, смотрите, с вами, я хочу вам еще одно сказать, где наша рекомендация. У нас, вот здесь аккомендация, вы все видите, у вас она размножена, да? До подполненной аккомендации нет никаких больше. Значит, ального отставания. Есть документы, есть документы, есть документы, есть документы. Давайте. Я соглашусь с моим коллегой Лабином и принимаю его предложение, эти поправки, которые он изучил, внести в бюджет. Плюс то, что озвучил, как же самое... А что, внести в бюджет, или я не услышал? Изменить, например, внести в бюджет. Я вам зачитаю, кажется, там немножко, по постанове поменялись немножко коди по программе классификации в бюджетах. От мы должны рекомендувать обладательную администрацию, в связи с принятем наказом Министерства финансов Украины, значит, нести в бюджетах в частині ходов до нас по рамках классификации в бюджетах, так, в бюджетах, а саме, ну, перереки, да? И третьим пунктом, в 21-м мере информации о бюджетах, третьим пунктом, витримати запропоную обладательную администрацию проект решения за урахуванням внесных днём та внести зазначеное впечатление на роздак 18-го до червовой сессии в Боснораде сьома стукерей, коллеги. А там уже на сессии, если у вас есть какие-то дополнительные решения, будете их озвучать. У меня есть такая пропозиция, ставлю на вставание, то в виде, как есть подготовленные висновки, кто за данную пропозицию, прошу, витримать, да, а потом по программе мы с вами поспілкунемся по депутатству. В розвитке программ, коллеги, кто за данную пропозицию, за бюджет, прошу, вынести, коллеги. Кто за, будь ласка, рукуйте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, за бюджет, вынести бюджет на сессию. 6, 7, 6, 6, 7, дякать, кто восьми, дойдите, ну, восьми, кто вирâm, кто витримал? Я в таком формате. Значит, 7, 7 человек за, вы смир Massong в таком формате, что я не помню? Рекомендации до чего? Мы сейчас дойдем, у нас есть разрешение небе, поспойте, вы посмотрите, коллеги, выaku. Я бы за бюджет мы поняли. Что касается рекомендаций по программе депутатских кошек, мы с вами окрем поскорствуемся. Больше того, у нас есть две рекомендации комиссии, которые раньше мы вносились. Мы каждую руку за вами сформулировали. Есть пропозиции, что касается... Так, уважаемые прессы, хочу сказать, что эти два человека выходят из фракции, так что они сегодня не поддерживают оппозиционные блоки. То решение, которое они сегодня проголосовали, это вот... Владимир Александрович, подожди. Владимир Александрович, подожди. Владимир Александрович, ну послушай. Думаю, сейчас общественная комиссия... Нет, я сразу говорю. Я сразу говорю, а то предпринимательство по блоку опять поддержал дыши. Подожди, а что вы против? Вы хотите, чтобы люди без денег и заходы сидели? А если вы могли посмотреть предложения, как минимум... Коллеги, смотрите, когда мы придем за это программ, мы будем... Вы хотите, чтобы депутатские были против... Я так говорю, на экономической комиссии есть большие пропозиции, что касается депутатских. И с моего этого я делаю. Я, значит, за это голосование вам благодарен, коллеги. И у меня для вас в парканее пропозиция. У нас есть Белкиноч, 16-15 вопросов. Ей там не нарадована запихнуть. Давайте мы ее пропозим.